А теперь к новостям культуры. В этом году в России отмечается 410 лет завершения смутного времени. Этой дате были посвящены мероприятия, прошедшие в муниципалитетах во время празднования Дня Народного Единства. Особо относятся к этому историческому периоду в Калязинском районе, который знаменит событиями четырехвековой давности. Здесь состоялась битва у стен Троицкого монастыря с польско-литовскими захватчиками. Патриотические мероприятия в районе будут проходить в течение всего ноября. У памятника русскому полководцу Михаилу Скопину-Шуйскому собрались жители города, молодежь, юноармейцы и члены ветеранских клубов. Выступающие вспомнили героические победы предков, в том числе земляков, участников первонародного ополчения, которые и начали освобождение Руси от смуты. Хотелось сегодня начать со слов писателя Федора Абрамова. Народ умирает тогда, когда становится населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою историю. Особое внимание в районе уделяется воспитанию молодого поколения. В этот же день в Калязине открылся ставший традиционным межрегиональный кино-арт-марафон. Из плена иллюзий во славу Отечества. Проводится он уже в 20-й раз при партнерстве Тверь Госфильмофонда. Целый месяц для молодежи будут проводиться различные мероприятия, акции, конкурсы, встречи, показы фильмов. Главная идея марафона – это уважение к истории Отечества и сохранение традиций. Вы являетесь оплотом и воссозданием русской культуры. Потому что все остальное размывалось и размывалось, а здесь так же, как колокольны, которые тоже сомневались построят, не построят, сделают, люди уже сделали. Вот и здесь русская культура и дух ее, дух нашего народа, он сохранился. На открытии кино-арт-марафона призеры и победители фестиваля «Молодежный звездопад», солисты и творческие коллективы показали различные номера. Во время марафона молодежь сможет поучаствовать в конкурсах поэтической декламации. История России в стихах, детского рисунка, святой Руси, отважные сыны. В сочинении духовно-нравственной и исторической направленности состоится защита исторических проектов рубежи русских побед. Итоги марафона подведут через месяц, в начале декабря.